Готов послушать ваши вопросы, потому что я могу говорить долго, а у нас времени с вами не так много. Час у нас есть на заме... А я про наши тоже говорил здесь. Вот тезисно, как говорится, у меня тут набросочки такие сделаны. Зовут вас как? Меня зовут Ерофеева Екатерина Евгеньевна, мне 65 лет. Пенсионерка. Раньше нам возвращались за дрова пенсионеров 50%, теперь сделали у нас как? 0,241 сделали коэффициент на квадратные метры. Где взяли этот коэффициент, хочется спросить. Дома все подлежат, почти что сносим. Правильно я говорю? Почти что сносим, совсем одинаково. Вот у меня 37 квадратных метров, мне положено 8,9 кубометров дом. Мне этих однозначно не хватит, потому что у меня дом такой старше меня. Ткники дырка на улице, обоснуйте, пожалуйста, где взяли такой коэффициент. Почему обидели пенсионеров? Это дальше. Записывайте. Про больницу хочу сказать. Вот мы, у нас свой доктор есть, который знает нас от и до всех. Отработала 40 лет с лишним. Она не имеет права продить больному больничный. Человек с ломанными ребрами, больной, нанимает машину в 7 часов утра, едет в Пудаш, в 9 часов прием у доктора, в 3 часа собирается комиссия. Комиссия решает, продрять больничный человеку или нет. И человек 12 часов с больными ребрами, больной находится на ногах. Что дальше? Дальше вот. Где у нас депутаты-то? Мы вас избирали, наши депутаты. Вы чего за нас не беспокоитесь-то? Вы же за нас горой стояли. Стучать кулаку. Вот неправильно делаете и все. А у нас что получается? С Пудаш опустили там это самое, 0,241. Депутаты проголосовали. Мы все за. Мы все за. Ну как же так жить-то? Вы посмотрите, вы пройдите по поселку. Живем. В домах туалетов нет. Тротуаров нет. Заборы привязаны к деревьям. Вот где насущные эти вопросы. То, что вы в будущее смотрите, это очень хорошо. Это прекрасно. Но у нас-то в данный момент настоящего нет. Спасибо. Спасибо. Елена Евгеньевна, а у вас дом свой или муниципальный? Нет, а в вашем барах. Барах. Да. 60 лет барах. Понятно. Пройдемте, пожалуйста, ко мне. Я вас приглашаю. Не расстраивайтесь, никто не тронет вас чайной. Елена Евгеньевна, поверьте, что я и в благоустроенном жиле, и в неблагоустроенном жиле, я знаю, в каком состоянии находится наше жилье. Поэтому сегодня реанимирована Карелия. Я вам рассказываю. Не плохо. Не плохо. Поэтому сегодня реанимирована Карелия. Не плохо. Программа переселения жильцов из аварийного жилья. В 2013 году нас вычеркнули, только потому, что Карелия не выполняла своих обязательств. Так вот, с 2014 года нас реанимировали и очень приличные деньги получаем из федерального центра. Поэтому мы сегодня активно занимаемся переселением. Разрешите мне вопрос. Я отвечу сначала. Субтитры создавал DimaTorzok